Великим музыкантом Самуил Евгеньевичем Фейнбергом Я счастлив, что я учился у него О нем можно говорить очень много Поэтому я немножко даже теряюсь Как найти слова, чтобы наиболее полно Что-ли отразить его значение Для мирового фортепианного искусства И как его благодарить за создание Своей особенной школы Которая продолжала, я бы сказал, линию Рохманинова Которая создавалась под некоторым влиянием Стрябина Но в конце концов выросла школа Которая имела свой собственный язык Незабываемый язык Он нам оставил Наградил нас Таким подарком, как Двенадцать фортепианных сонат Все эти сонаты Отражают особенности его мышления Особенности вообще психики человека Богатства психологических переживаний человека Он в этих сонатах Сказал новое о форме Сонат Он сказал новое О гармоническом языке Возник гармонический язык Необычный Не похожий На то, что было перед ним Вот И Удивительное чувство Ритма Которое ощущается Во всей жизни Самуила Евгеньевича Фейнберга Он, как исполнитель Был удивительным, так сказать Человеком Достаточно вам сказать Что был такой концертный сезон В прошлом веке Когда Самуил Евгеньевич играл В одном сезоне Тридцать две соната Бетховена И сорок восемь прелюдии Фух Я не могу назвать Никого Из пианистов Любых стран Которые бы Сделали Такой Которые Сочетили вот такой же Подвиг В области музыки Это были Незабываемые концерты Соната Бетховена Он играл по-своему Это не было такое Ну что ли Общедоступное такое исполнение Но он скрывал Очень такие Тайные Таинственные Эпизоды Соната Бетховена Философского характера Эпизоды Вот Которые редко Можно услышать У других исполнителей Ну как человек Самой Евгеньевич Был связан С очень интересными Личностями Но далеко не все знают Что он например С Сергеем Сергеевичем Прокофьевым Играл на двух роялях В большом зале Концерт Достаточно вам сказать Такое Что например После Прокофьева Впервые в России Фейнберг Исполнил Третий концерт Прокофьева Как Композитор Как музыкальный Деятель Такой Он участвовал В таком известном Кружке Который Устраивал Профессор Лам В консерватории Там Много исполнялось Музыки Которая Нигде Не звучала Современной Музыки И вот Самой Евгеньевич Фейнберг Был активным Участником На этом Кружке Есть даже Фотография Такая Где Сняты Все члены Кружка И там С нотами В руках Снят Сидящий Фейнберг Он был Большим Другом Николая Яковлевича Мясковского Он был Большим Другом Анатолия Николаевича Александрова А портрет Мясковского У него Дома Рядом С роялем На котором Яковлевича Совершен Пианист Пианист Известный Во всем Мир И Гастролировавший В очень Многих Странах Потом Была Нина Емельянова Замечательная Пианистка Тоже Воспитанница Фейнберга Она Много лет Деканда Фортепианного Факультета Ее Добрым Словом Вспоминают Люди Которые С ней Вместе Работали И Она Играла Совершенно Блестящие Концерты С Дирижерами Мирового Класса В Германии Играла В других Странах Была Такая Ученица Вероника Петровская Тоже Замечательная Была Пианист Которую Тоже Далеко Не все Знают Вот Но Совершенно Удивительное Явление Было Поступление В класс Фейнберга Совершенно Слепого Человека Этот Человек Был Леонид Зюзин Замечательный Тоже Пианист Который Играл И в России И за границей И вот Фейнберг Испытывал Очень большой Интерес Он С удовольствием Начал С ним Заниматься Потому Что Занятия Со слепым Человеком Они Конечно Носили Особый Характер Вот Я Из класса Фейнберга Вышли Такие Замечательные Пианисты Которые Присутствуют Здесь Это Зинаида Игнатьева Которые Занимают Занимают Концерты Занимают Кафедры Кафедры Которые Я Руковожу Кафедры Которые Естественно Ну что ли Следует И дальше Так Следует Учитывая Принципы Которые Выдвигал Педагогики Фейнбера Я От имени Кафедры От имени Лично Своего Благодарю Всех Присутствующих Здесь Я Благодарю Руководство Консерватории Благодарю Руководство Фортепианным Факультетом За то Что они Устроили Эту конференцию Которую Я надеюсь Запомнится Надолго Вот Низкий Поклор Всех